Сдается 10 секунд. Я кричу, Даша Даня. И что Даша делает? Ищет браку. Ну, когда это конец, я говорю, почему вы меня не слышите? Он умел слушать и слышать, найти нужные слова и поддержать советом. Создавал гениальные проекты и воспитывал настоящих чемпионов. Легендарного директора второй спортивной Бориса Литвака не стало в апреле 2014-го. После себя он оставил целую плеяду известных спортсменов и тренеров. Среди них Александр Белостенный, Вячеслав Кравцов, Олеся Малошенко и многие другие. Помимо того, что мы здесь воспитывались, и мы были как за каменной стеной, все, что касалось баскетбола и житейских наших проблем, он практически все решал. И, конечно, потеря невосполнимая, но основной принцип Бориса Давыдовича был, пусть мы не становились, там многие из нас единицы, становились хорошими спортсменами, но людьми мы обязаны быть. Его кабинет обставлен рыбами. Такие подарки ему делали, зная кто по гороскопу Борис Давыдович. Теперь это место святое в школе. Комната стала музеем, который поддерживает в таком же виде, как когда его не стало. На месте и книги, и сувениры, и портреты. 37 лет, последних лет жизни он работал в этом кабинете. Очень много из него вышло хороших идей, которые мы можем видеть в городе. То есть это соседнее здание центра, это здание компьютерного, пансионата, собственно, реабилитационный центр. Вот 11 марта этого года было бы 88 лет дедушке. Соревнования, традиционно приуроченные ко дню рождения Бориса Литвака, проходят уже в четвертый раз. В турнире принимают участие по четыре команды юношей и девушек из Одессы, Измаила и Белгорода Днестровского. По окончанию игр первого дня состоялось торжественное открытие, на котором к участникам соревнований обратились президент Одесской областной федерации баскетбола Алексей Гиберт, а также воспитанники школы. Вице-мэр Павел Фугельман и член правления благотворительного фонда «Будущее» Дмитрий Волошенков. Сегодня школа – это действительно центральное место для всех спортивных школ юга Украины, не только Одесской области. Это место, где сегодня обладатели кубка – это женщины, профессиональная женская команда, очень много воспитанниц в сборной Украины, очень много игроков в двух наших областных командах, в химике, в БИПе. И молодые составы, скажем так, Ю-18, сегодня и стритбольные команды, которые сегодня становятся олимпийским видом спорта, действительно тренируются на базе школы имени Бориса Давыдовича Литвака. На следующий год мы планируем капитальные инвестиции, серьезные в инфраструктуру и проведение очень большого количества всевозможных соревнований. Первый из них – это будет школьная лига по баскетболу. Чтобы продолжить дело, заложенное Борисом Литваком, и развивать детский спорт, необходима поддержка и не только финансовая. Не зря этого человека люди считали совестью Одессы. Он умел убедить меценатов сплотиться и инвестировать в детей. Практически благотворительный фонд сегодня существует за счет дотации из области, из города. Огромная благодарность тем чиновникам, которые еще не потеряли чувство совести и понимают, что это необходимо. Но если говорить в длинной перспективе, рассматривать, то, конечно, необходимо опять вернуться к тому формату и каким-то образом сегодня. И мы, как члены благотворительного фонда и правления, и наблюдательный совет, делаем все для того, чтобы возвращать эту традицию, меценатство и подтягивать сюда представителей бизнеса, потому что это инвестиция в будущее, это инвестиция в детей. Здесь, конкретно, когда мы находимся на территории спортшколы, мы с вами перейдем за стенку, и там находится уникальный центр реабилитации детей-инвалидов, где люди совершенно с другими потребностями, но им тоже нужна помощь. Для него центральная часть – это его дочка, моя мама, это ее память. Благодаря ей появился центр, она, уходя из жизни, завещала словами, а что же дети, которые не могут сами себе помочь, потому что он занимался спортивными людьми, которые действительно сами в состоянии устроить свою жизнь, а обездоленные оставались во внимании. Две команды, представляющие из Дюшор имени Литвака, оправдали ожидания и, понимая все важные, заняли первые места в своих категориях. Среди юношей победили подопечные Евгения Вохмина, а среди девушек команда Лидии Канцлер. Номинацию MVP у юношей и девушек взяли также воспитанники школы Литвака Роман Сугак и Мария Алькема. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».